Сразу четыре спортивных объекта проинспектировал в Твери губернатор Игорь Руденя. На трёх из них идут уроки физкультуры для учеников общеобразовательных школ, а на ещё одной идёт подготовка Олимпийского резерва страны. И там, и там, совсем скоро заниматься спортом станет намного комфортнее, интереснее, а самое главное, тренировки будут проходить на более высоком профессиональном уровне. 13 августа, накануне Дня физкультурника, губернатор Игорь Руденя провёл инспекционную поездку по строящимся спортивно-физкультурным объектам у школ областного центра номер 18, 45, 34, а также спортшколы Олимпийского резерва Тверь. По итогам визита глава региона дал ряд поручений. Прежде всего, это обеспечение качества проводимых работ, второе, это установленные сроки, но и третье, это обратная связь от руководителя, от преподавателей, с которыми мы пообщались, руководители школ, чтобы посмотреть, достаточно ли уровень проработки проекта, всё ли учтено, в том числе, вот мы сейчас смотрели, по освещению на некоторых объектах необходимо доработать. Каждый из четырёх новых школьных стадионов включает в себя футбольное поле, легкоатлетические дорожки, универсальную игровую площадку, зону тренажёров и турников, а также мачты освещения. Сегодня нужно сделать так, чтобы спорт стал нормой жизни для всех наших школьников, отметила руководитель регионального центра добровольчества «Мы вместе» Юлия Саранова. Которая также приняла участие в инспекционной поездке. Спорт — это то, что воспитывает такую волю, воспитывает дисциплину и показывает, что через труд можно достичь результата. А это то, что важно не только в спортивной жизни каждого из нас, но и в жизни любой профессии, которую мы для себя выбираем. В спортшколе Олимпийского резерва отмечают, что несмотря на высокий статус объекта, там очень ждали модернизацию стадиона. Это будет старт для дальнейшего развития. Тем более, что в ШОР занимается 550 детей на пяти отделениях. Тяжелоатлетико, лыжные гонки, футбол, спортивное ориентирование и плавание. То есть, соответственно, все дети, которые в школе у нас занимаются, проходят здесь экзамены по зачислению, по переводу. Ну, плюс, помимо всего этого, ну, какие-то массовые мероприятия мы здесь проводим. Плюс в рамках нашей школы работает муниципальный центр тестирования ГТО. То есть все тестирования ГТО будут проводиться частично тоже здесь. В средней школе номер 45 тоже давно ждали модернизации. Например, футбольное поле тут, конечно, имелось. Однако засеяно оно было обычной травой, которая быстро вытаптывается. Теперь же тут появится всепогодный искусственный газон. И не только. У нас будет, во-первых, футбольное поле хорошее, беговая дорожка, 100-метровка и баскетбольная площадка. Дети это очень давно ждали, конечно. 1 сентября нам обещали. Всего в этом году в муниципалитетах Верхневолжья при поддержке областного бюджета появится 10 новых школьных стадионов. Объекты будут расположены на территории учреждений образования городов Кимры, Осташков, Торжок, Нелидова, Старица, а также на территории Калязинского колледжа имени Полежаева.